После того, как вы закончили регистрацию аккаунта, первым делом вам надо заполнить информацию о вашем аккаунте. После просмотра данного видео вы научитесь, как редактировать информацию о продавце, менять статус листингов, изменять тарифный план аккаунта, добавлять счет для вывода денег и счет для оплаты, редактировать бизнес информацию и добавлять адрес для возвратов от ваших покупателей. Вы можете вносить изменения в настройки вашего аккаунта в любое время через меню настроек. Просто выберите аккаунт «Инфо» из выпадающего списка. На странице информации о продавце нажмите на ссылку «Your Seller Profile» в первой секции. Здесь вы можете изменить отображаемое имя продавца, контактные данные для клиентского сервиса и ссылку на ваш магазин Storefront. Display Name – это имя, которое видит покупатель, когда покупает ваш товар на Amazon. Это имя также отображается на странице информации о продавце и правилах обслуживания. Вы можете сохранять и обновлять вашу контактную информацию на этой же странице, которая поможет покупателю связаться с вами через e-mail или по телефону. Все сообщения от покупателей будут перенаправлены на e-mail, которые вы указали в данной странице. Телефон для связи с клиентами указывать не обязательно, но это может во многом помочь клиентам, которые хотят связаться с вами по телефону для решения спорных вопросов. Также вы можете создать ссылку на свой магазин Storefront. Эту ссылку вы сможете указывать в различных рекламных кампаниях, которые вы будете проводить как на Амазоне, так и на других платформах. Следующая секция, которую вы видите на странице информации – это листинг статус. Если вы собираетесь в отпуск, вы можете воспользоваться данным разделом, чтобы временно закрыть все ваши листинги на время вашего отпуска. Сейчас мы видим, что все наши товары активные. Выбрав пункт Inactive, вы деактивируете все листинги в вашем инвентаре. После деактивации листингов ваши товары будут деактивированы на протяжении часа. В секции Your Services вы можете увидеть текущий тарифный план вашего аккаунта. Если вы желаете изменить тарифный план, просто нажмите Manage и сделайте выбор между профессиональным и индивидуальным планом. Вернемся на страницу информации. Секция платежной информации. Перед тем, как получить свои платежи, вы должны кликнуть на Deposit Method и предоставить данные банковского аккаунта в США, либо аккаунта банка другой страны. Список стран вы можете увидеть, нажав на ссылку Country Supported by Amazon. Выплату вы будете получать в валюте страны, где находится ваш банк. Для банка США следует указать Routing Number and Account Number. Amazon проводит выплаты с кабинета продавца каждые 14 дней, если ваши метрики находятся в хорошем состоянии. После добавления реквизитов для выплаты, также следует добавить информацию в раздел Charge Method. Следует привязать действующую банковскую карту. Она служит для оплаты негативного баланса аккаунта продавца. Негативный баланс может оказаться из-за использования рекламы, возврата в начислении комиссии Amazon. Вернемся снова на страницу информации. Ниже мы видим секцию бизнес информации. Здесь вы можете редактировать ваш бизнес адрес, реальную информацию о ваших реквизитах, получить ваш Merchant Token. Данный токен – это идентификатор продавца, который используется для сервисов Amazon, а также для сторонних сервисов, которые работают через API. Также язык по умолчанию для отчетов. Следующая секция – это информация о доставке и возвратах. Нажмите Return Information, чтобы указать адрес по умолчанию для возвратов. Также вы можете выбрать настройки доставки, чтобы увидеть текущие настройки доставки и добавить различные варианты. Более детально о настройках доставки мы расскажем в наших дальнейших видео. Если вы хотите почитать больше о странице информации, наберите Account Information в строке поиска и вы попадете в раздел помощи.